И вот это вступление, притом это вступление, речь Маше, это последняя его речь. И все знают, он об этом говорит, и раньше он говорил, и здесь, все знают, что он скоро уйдет. И вот лидер, любимый лидер народа, значит, говорит последнее слово. И вот сегодня мы рассматриваем его вступление именно вот в эту речь. И здесь сказано нечто важное, хотя вроде бы перечислены такие, знаете, ну то, что они уже известны. Ну, имеется в виду, то, что известно было народу к этому времени. Маше просто перечисляет события, которые были в течение этого времени. Как они ходили по пустыне, как, значит, Израиль роптал, как Маше избрал там, значит, руководителей народа, чтобы, потому что он говорит, мне было тяжело носить ваши распри, вот эти ваши ропот и так далее. Мне было тяжело, поэтому я избрал. Потом он вспоминает, как послали 12 соглядатаев, вот, и как они роптали и плакали там перед ним. Вот, не перед ним, а ночью там перед Богом, как они плакали и говорили, что Бог, он злой, вот, куда мы пойдем. Вот, значит, а Маше им говорил, Господь Бог ваш идет перед вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал это в Египте перед глазами вашими. Вот, и потом он вспоминает о том, значит, как вот после этого ропота Израиль, он пошел воевать, хотя Бог сказал, я не буду с вами, я не буду с вами. Но Господь сказал мне, скажи им, не входите, не сражайтесь, потому что нет меня среди вас. Но они пошли и проиграли. А потом он вспоминает некие места, он вспоминает события, когда Бог был с ними, когда народ был послушный, значит, вот, и когда они воевали с царем Сигоном и Огом, вот он здесь Маше пересказывает своему народу, и предал его Господь Бог наш в руки наши. То есть не просто вы пошли и победили его, он говорит, Бог предал его и его войско в ваши руки. Вот, и то же самое с Огом, и предал Господь Бог наш в руки наши и Огом. Вот, то есть здесь, ну вот, в общем, вся глава, она в таких вот событиях, в пересказах, скажем так, вот вроде бы исторические события. Вот, но интересна сама позиция, в которой, в которой, значит, Маше поставил свой народ. Написано, смотрите, вот как начинается эта глава. «Сии суть слова, которые говорил Моисей перед израильтянами за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа между Фараном и Тафетом, и Лаваном, и Асеровом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива, на дороге от горы Сеир к Одесс-Варни». То есть здесь, ну, вроде бы здесь говорится в первом стихе, здесь говорится о том, что в каком-то месте, да, то есть место обозначено, место. Но на самом деле это было немножко не так. Когда мы читаем, допустим, все три главы, мы понимаем, что Маше было важно не место само обозначить, да, а ему было важно что-то сказать. Вот, и в первой, мне больше нравился перевод Анкелоса, вот, это человек, который в первом веке он перевел на арамейский, в парафразах, ну, таких ясных, как бы, фразах, чтобы было понятно простым людям, потому что арамейский он тогда был в первом веке, это был разговорный язык простого народа. Вот, смотрите, как переводит Анкелос, то есть здесь синодальный перевод переводит его, как бы обозначает вот это место, где стоял народ, как просто место, да, ну, вокруг там какие-то населенные пункты. Анкелос говорит следующее. Вот слова, с которыми обратился Маше ко всему Израилю за Ирданом. Он упрекал их, потому что они грешили в пустыне и вызвали гнев Всевышнего в степях Маава. Напротив моря Суф они роптали на Всевышнего. В Паране они говорили неправду, Тофель, здесь вот упоминается Тофель, Амане, Лаван. В Хацероте они прогневали его, требуя мясо, а еще они сделали золотого тельца, Дизагав. То есть здесь говорится о том, что на самом деле немножечко по-другому. Маше поставил стан между горой Сеир и Кадис-Варни. Кадис-Варни – это было место, это был оазис. Это один из двух оазисов, которые были в той пустыне, где ходил народ. Это было очень важное место, потому что в этом месте, сюда вернулись Саглядатаи, в это место, и здесь народ роптал на Бога. В этом месте Корей поднял свое восстание. И Маше поставил народ не в этом месте, он поставил как бы между тем местом, откуда они пришли, и тем местом, в котором, скажем так, они проявляли непокорность Богу. И здесь упоминается на расстоянии 11 дней от Харива. Здесь не зря это упоминается. То есть фактически вот эти вот, ну мы знаем это, что народ мог идти к этому Кадис-Варни от Харива, значит, имеется в виду от горы Синай, да? Значит, он мог идти 11 дней, там всего 180-200 километров. В 19 веке один человек на верблюдах прошел это расстояние как раз за 11 дней, день в день, понимаете? И Маше как бы говорил народу, да? Он говорит, вот этот путь вы могли пройти за 11 дней, но вы прошли его за 38 лет фактически. Что, что, почему это происходило? И вот в этом вступлении здесь и есть вот этот момент, почему это происходило. И это очень важно, потому что в 4 главе, вот с которой начинается уже следующий раздел Торы, здесь Маше говорит, такое слово произносит первое. Итак, и так он как бы подводит итог этим трем главам, да? Он говорит, я сказал вам нечто важное, я сказал вам то, что, ну оно крайне важно для вас. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали эту землю, которую Господь, Бог Отцов, на ваших дает вам. Что хотел сказать, что хотел сказать Маше народу? Я не буду делать, скажем так, глубокий анализ, я сразу сделаю вывод. Вот, я надеюсь, вы поверите мне, значит, потому что здесь все, что говорит Маше, оно несет одно послание. Народ, вы, конечно, сейчас сильный народ. Вот, реально к этому времени это был не тот народ, который вышел из Египта с повозками, там, клумбками такими, знаете, там, с детьми и так далее. Это было войско, это было войско организованное, разделенное на колено, разделенное на тысячи, у каждого свой стяг, у каждого свой начальник. Это войско, которое только что разгромило двух царей, уничтожило там, взяло и, значит, по слову Божьему, оно уничтожило там десятки городов со стенами до небес, которые они боялись раньше, да. То есть это было мощное войско, значит, но Маше не впечатляли мощь, скажем так, военная мощь народа. Он знал, что сила народа, она не в военной мощи, сила Израиля, она в единстве и послушании с Богом. И то, что он здесь говорил, оно несло одну, только одну мысль, что, друзья, наш народ, это действительно особый народ, который силен, который силен единством с нашим Богом. И то, что он говорил здесь, перечисляя вот эти события, где они роптали, он говорил, вот видите, вот в этих событиях после 12, ну, когда они пошли воевать после, на гору Амареев, после 12 Саглятата и потерпели поражение. Вы были, вы роптали, вы были непослушны, вы проиграли с Сигоном и Огом, вы были послушны, вы выиграли. И так будет всегда, потому что, начиная с 4 стиха, он говорит, так будет, то есть вы будете живы, вы будете идти и побеждать, если вы будете со своим Богом, если вы будете исполнять свое предназначение. И глядя на эти события с сегодняшнего дня, да, с ракурса сегодняшнего дня, знаете, у меня вот при подготовке у меня было такое желание посмотреть, ну, сравнить Израиль сегодня и Израиль того времени. Ну, что есть общего, что различает, да, вот к чему идет Израиль сегодня и что нужно делать Израилю для того, чтобы исполнить свою миссию. И я вижу, что есть много общего, конечно, что как и тогда, так и сегодня Израиль стоит на переломном этапе своей истории. Мы знаем это, мы чувствуем это, мы понимаем это, что сегодняшний Израиль, как и тот Израиль, входящий в неизвестность, да, землю обетованную, ну, там ему приходилось еще воевать, это не просто пришел и занял, там надо было еще освобождать эти земли, он шел в неизвестность, здесь они жили при коммунизме, можно сказать, им, значит, давали эти манну, там они все равны были, ни богатых, ни бедных, все как бы, все классно, а там будет все по-другому, это было новое для них. И сейчас Израиль вступает, знает он это, не знает он это, но он реально вступает в новое время, которое называется последнее время. И мы знаем, что все, что будет происходить в мире, особенно, скажем так вот, в геополитическом таком масштабе, да, оно будет иметь своей осью. Ось истории, она была и остается в Израиле, на земле обетованной. И то, что сейчас происходит в Сирии, там и так далее, это тоже свидетельство об этом, там закручивается нечто, нечто историческое событие, которое, Сирия, она на границе с Израилем, то есть она граничит с Израилем, и там сосредотачиваются те силы, которые мы смотрим в 38-39 главе из Икииля, вот, и мы понимаем, что да, это похоже, это очень похоже. Вот мы, опять же, сравнивая народы того времени и сейчас, мы можем сказать, что и тогда, и сегодня Израиль силен, он реально силен. И тот Израиль был силен, и сегодняшний Израиль силен, это одна из самых мощных в военно-плане и в экономическом плане сегодня Израиль, очень мощная держава, вот, но есть нечто, что отличает их, тот Израиль, он был вместе с Богом, тот Израиль, он был вокруг Бога, тот Израиль возглавлял лидер, поставленный Богом, и поэтому впереди мы знали, что впереди ожидает тот Израиль, его ожидали победы, его ожидало завоевание земли обетованной и исполнение воли Божьей. Что ожидает нынешний Израиль? Вот, ну, частично, частично это открыто. Вот нам, мы говорили в земле, мы говорили о 38-39 главе из Икииля, о 12-13-14 главе Захария, кто, кому интересно, может потом перечитать. Мы понимаем, что там не похоже на победы, там видно, там видны страдания, там видны битвы, там видны события, такие непростые события. Почему? Мы тоже знаем почему, потому что сегодняшний Израиль, он не покорен Богу, сегодняшний Израиль в своем большинстве, он противится Богу, он не исполняет своей миссии. Почему так происходит? Почему? Апостол Павел, рассуждая об этом во 2 Коринфянам, 3 главе, он говорит о том, что сегодняшний Израиль, ну, вообще Израиль, да, который противится Богу, он говорит, что на его уме, значит, на его разуме лежит пелена. Вот, и когда он читает Танах, он читает его с пелену, он не видит того, что он должен видеть. И когда Израиль слушает слова Маше, вот те Маше, ну, слова, которые я сейчас вам говорю, да, о том, чтобы Израиль, он был послушным, да, чтобы он исполнял волю, исполнял волю Божью, написано, тоже лежит то же самое покрывало, и это покрывало, оно снимается только в одном случае. Если Израиль обращается к Богу, да, и это покрывало, снимается Ешой Мессией, Иисусом Христом. Аминь, да, знаем это. И то, что делает наша община, да, то, что чему служит наша община, чему служит вообще мессианское движение, то, что будет сейчас происходить во время того, ну, когда мы выйдем на улицы, да, то есть мы напоминаем, мы, значит, мы призываем Израиль, мы призываем еврейский народ вспомнить свои корни, да, вспомнить то, к чему его зовет Бог, обратиться к Богу, потому что только это дает ему реальную силу, только это дает ему реальное спасение, только это дает ему счастье, вот это единство с Богом и процветание, как страны. И это дает, это дает шалом, это дает мир Израилю. И, друзья, давайте мы, наверное, сейчас склоним головы, да, и помолимся, помолимся о том, чтобы, ну, помолимся. Драгоценный наш Бог и Отец, Бог Авраама, Исхака, Иакова, Боже, да будет имя Твое благословенно, любим Тебя, благословляем имя Твое, Боже, и благодарны Тебе за то, что Ты помнишь свой народ, за то, что в Твоем сердце, как говорит Твое Слово, Господь, всегда есть, Господи, каждый человек, каждый еврей, Боже, Господь, который есть на этой земле, Боже, спасибо Тебе за то, что Ты помнишь нас, спасибо за то, что Ты ведешь, Господи, Твой народ, спасибо за то, что Ты не забываешь, спасибо за то, что Ты говоришь в сердце Твоего народа, Боже, и мы сейчас, Господи, ходатайствуем за наш народ и просим, чтобы Ты по Своей милости, Боже, Ты благословил народ тем, чтобы он обратился к Тебе. Это и в этом спасение народа Божия, в этом сила народа, в этом настоящее и будущее Твоего народа Божия. Мы молим о том, чтобы Ты касался жизни, касался сердца, разума каждого еврея, чтобы Ты убрал, Господи, своей рукой эти пелены, которые не позволяют, Боже, слышать Твое слово, не позволяют слышать о том, о чем говорил Маше и исполнять Твою волю Божию. Мы просим, чтобы Ты наполнил, Господи, сверхъестественной силой в это предстоящее время каждого благовестующего Божия, каждый, кто будет на улицах Божия, кто будет свидетельствовать, Господь, Твоему народу. И мы просим, чтобы сердца открывались, Боже. Мы просим, чтобы разум, Господи, он открывался. Мы просим, Боже, чтобы жизни, они менялись, и спасение, оно приходило в жизнь Твоего народа. И чтобы исполнилась Твоя мечта, когда Ты хотел, Господи, и хочешь, чтобы, Господь, Твой народ был действительно Твоим народом, а Ты был Его Богом. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok